Удобно, удобно, замечательно стало. А в запасности лучше? Наверное, наверное, да. Ещё не поняли? Ну, знаков ещё нет уже, не поставили, разметки нет. Ну, заезд уже удобен, да? Удобен, да, конечно, да. Каждые 10 минут к платформе Загорянской подъезжают автобусы и маршрутки с пассажирами. Расписание максимально приближено к графику движения электричек, а площадь перед платформой представляет собой транспортно-пересадочный узел. Пришло время его реконструировать. Первые квадратные метры пешеходного пространства, вернее, пространства для тех, кто пользуется общественным транспортом в посёлке Загорянске, здесь, у пристанционной площади, появился первый тротуар. Вот здесь будут останавливаться автобусы с правой и с левой стороны. Это удобно и безопасно. Всего территория составляет 1800 квадратных метров. Стояло много машин, да, сейчас поменьше. То есть они мешали и автобусам? Да, 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 был такой. В ходе реконструкции на площади установили автобусный павильон, ведётся обновление линий уличного освещения, будут дополнительно установлены светодиодные фонари. Рядом построен, но ещё не открыт торговый центр с платной гостевой парковкой. Мы сделали все пешеходные зоны, мы подняли уровень пристанционной площади, подготовили всё к организации дренажной системы, а сейчас идут подготовительные работы к асфальтированию. К асфальтированию приступим только тогда, когда позволит нам погода. Думаю, что мы закончим все работы буквально через неделю. На площади оставили место для парковки и проезд к платформе для частного транспорта. Оставлять машину можно будет на подготовленных площадках недалеко от железной дороги. Количество парковочных мест станет больше. В самом посёлке на улице Ватутина завершились испытания на прочность теплотрассы, единственного источника тепла и горячей воды для сотен жителей военного городка Вашика. Коммунальные службы посёлка Загорянского приступили к ремонту теплотрассы. По ней проходит горячее водоснабжение и отопление. В общей сложности было заменено 16 задвижек. И вот сейчас горячая вода уже подана в два этих дома. Поэтапно будет подаваться вода и в соседние пятиэтажки. Трасса в сильно изношенном состоянии до недавнего времени находилась в ведении Министерства обороны. После долгих переговоров военные передали сети муниципалитету, что позволило включить их в программу подготовки к зиме. Первым делом на трубах установили вентили для быстрого поиска утечек. Совместно с отделом ЖКХ мы оперативно провели работу по передаче сетей в имущество округа. Округ оперативно закрепил уже за теплоснабжающие организации эти сети. То есть у нас на данный момент есть кому их обслуживать. Это одно из главных вещей. То есть даже если произойдет еще какая-то авария, у нас быстро выезжают специалисты и производят ремонт. Общая длина теплотрассы, которая идет по всему городку ВШК, составляет 1,7 километра. Проверено уже более 70%. Осталось 30% проверить на момент, на факт утечки. Но еще мы работаем совместно с военными, потому что часть теплосети идет по их территории. Началось проектирование новой теплотрассы, необходимой для полного капитального ремонта по программе губернатора Московской области восстановление инфраструктуры бывших военных городков. В субботу долгожданную горячую воду получили все дома микрорайона. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.